Как мечтать и ставить цели правильно, чтобы мои желания сбывались? А если я разучилась мечтать, у меня не получается видеть, чего я действительно хочу, будто я не вижу своей идеальной картины. Или ставлю цели, планирую, но ничего не делаю, и мои мечты и цели остаются только словами на бумаге. И я не живу жизнью своей мечты. С вас подписка, лайк, колокольчик, и будем сегодня во всем этом разбираться. Всем привет, здравствуйте, я по-прежнему Светлана Керимова, и я рада вас приветствовать на нашем любимом канале для всех шикарных женщин в Уманен Сайд. И в прошлом сезоне мы подняли с вами тему, как иметь дело с прошлым, как анализировать прошлое, как извлечь пользу из ошибок прошлого, как осознать все свои достижения прошлого и там. Я сказала такую фразу, что я не буду сейчас уделять время постановке целей, потому что мы много с вами об этом говорили, но если вы захотите, я тысяча первый раз могу повторить для вас, как же правильно мечтать и ставить цели. И вы в комментариях, спасибо вам, кстати, за вашу поддержку и ваши комментарии. Вы мне написали, Светлана, давайте тысяча первый раз, пока не дойдет, повторяйте одно и то же. И сегодня я с любовью в тысяча первый раз, как ваша крестная фея-наставница, возможно, уже с новой высоты, с новым пониманием этой темы, с нового уровня себя, я постараюсь вам донести старые песни о главном. Еще раз и еще раз мы будем учиться мечтать, пока вы не начнете реально жить в новой своей какой-то реальности, жить жизнью своей мечты. Сейчас, под конец года, наступает очень интересный момент. Там Плутон, входит знак Водолей, и говорят, что это кардинальные изменения для всех нас. На следующие 20 лет жизнь меняется, то есть закладывается прямо сейчас, вот октябрь, ноябрь, декабрь, как будто за эти три месяца мы принимаем судьбоносные решения, делаем свой выбор и пойдем с вами на следующие 20 лет по какому-то пути. Поэтому я понимаю, что эта тема сейчас, возможно, взаймет несколько подкастов. Я должна увидеть комментарии, что я правильно понимаю ваш запрос. Что это действительно важно и нужно. Мне нужны реальные ваши вопросы. И так я построю в этом сезоне на три месяца новую серию подкастов, которые усилят вас. И начать этот сезон я хотела именно с того, как мечтать. Именно с этого все начинается. Смотрите, как это работает. Каждая энергия стремится стать материей. Это не мистика и не эзотерика, это физика. Ваши мысли и ваши эмоции – это энергия. И они каким-то образом материализуются и становятся более уплотненными. И это то, что составляет нашу жизнь. То есть представьте себе. Вот посмотрите сейчас на свою жизнь, посмотрите по сторонам, на свое тело, на свои деньги, на своего мужчину, на дом, в котором вы живете, на свою постель, на свою косметику, я не знаю. На свои достижения, на свой капитал. И поймите, что все, что есть в вашей жизни сегодня – это то, что когда-то родилось в вашей голове. То есть когда-то все это было всего лишь мыслью, картинкой, мечтой. Возможно, воплотились ваши страхи, потому что именно они были в вашей голове. То есть что вы крутите в голове, что вы испытываете, знаете, мысль плюс эмоция – это вот рождается как раз картинка. Когда у вас появляется мысль, потом вы начинаете вкладывать в нее ощущения, крутите в голове, направляете внимание на это, и как будто это оживает. То есть сначала идет искра Божья такая в виде идей и чувств, а потом вы это вынашиваете, и вот как ребенок 9 месяцев формируется в утробе матери, точно так же эта энергия, она как будто формируется, вы ее вынашиваете, и она потихоньку становится вашей реальностью. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, наблюдали ли вы это правило в своей жизни? Помните ли вы, как когда-то родилась какая-то идея и мысль, вот, например, у меня недавно была консультация, и девушка, женщина говорила о том, что она жила там, не знаю, в каком-то хрен знает где селе и мечтала жить в Париже. И мы с ней прямо на консультации разбирали, как эта мысль появилась в ее голове, как она крутила, засыпала и просыпалась с этой идеей, как она видела разные детальки, она проживала у себя в голове, у себя в душе, в этой идеальной картине. Она много лет жила в Париже, но этот Париж был только в ее голове. И сейчас прошло там 15 лет с того момента, как она начала крутить эти картинки, и вот на сегодняшний день она живет в Париже. Да, она пришла ко мне на консультацию, потому что она живет в Париже не так, как она себе хотела жить в Париже. Как-то она недовольна своим Парижем сейчас. Вы меня понимаете? Но сам факт, если убрать вот это вот все обесценивание, к которому мы склонны, сам факт, она 15 лет назад, маленькая девочка в селе, она представила себе, позволила, разрешила, увидела картинку, она жила в голове этой картинкой, что она живет в Париже, и сейчас она живет в Париже. Факт. Еще одна такая мысль, чтобы вы поняли, как это работает. Мы, у нас пробегает сначала идея, это вот наше тонкое ментальное тело, да, и все начинается с мысли, все начинается с идеи, которая почему-то как-то попадает в твою голову. Кстати, говорят, что идеи, они не рождаются внутри вас, они приходят. Так и говорят, правда? Пришла идея, пришло вдохновение. Если взять древнегреческих философов, они называли это гений, но гением называли не самого человека. Я не гений, я не святая, ко мне как будто прилетает, приходит гений. И все идеи, которые к нам приходят, говорят, что это благословение Божие, это искра Божия, это не просто так. И что идеи там парят, какие-то образы, картинки, желания, они парят. Вот в этой большой библиотеке, в великом божественном разуме, да, во Вселенной есть вот такое поле идей. И она приходит, это одна идея, одновременно многим людям на планете. Она заходит в тебя, просто кто-то эти идеи ловит, эти мысли, например, я буду жить в Париже. Ну почему ей в селе, когда у нее не было никаких шансов, не было никаких вариантов, к этому ничего не располагало, у нее не было никаких оснований полагать. Почему она об этом подумала? Почему ей пришла эта идея? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие мысли, картинки, идеи прилетают к вам, и что вы с ними делаете. Отметаете из страха, сделаете вид, кыш-кыш-кыш-кыш, не порть мою стабильную, нормальную жизнь, и не надо меня раскачивать. Это нереально вы чаще всего говорите, когда вам приходит какой-то образ, какая-то картинка, какое-то желание. И что вы с ними делаете? Я, например, беременнюю идеями. Вы много раз от меня это слышали. Я вообще хорошо беременнюю. Какой-то у меня талант к беременностям не только идеями, но и детьми. И я очень легко беременнюю идеей. Она меня оплодотворяет, как будто мужчина. Отец-творец меня оплодотворяет идеями, и я хожу влюбленная, беременная какой-то идеей, картинкой, образом. Я его вынашиваю, я хожу, я наполняю это. Знаете, пришло вот в разум, я дополняю туда душу, и вот как будто живу уже каким-то образом. Так вот, каждой идеей, мы говорим с вами о мечтах, на каждой мечте нужно время. Её нужно выносить. Ею вы почему-то беременеете, почему-то именно вы. Почему-то именно ей пришла идея, она живёт в Париже. Понимаете, её соседке, её сестре, её маме и папе такая мысль не приходила. Почему ей, хотя она никогда там не была. Ну где-то она там в нас, как-то это в нас заходит, вы помните, не рождается, а заходит. Главное быть открытым и впускать это всё. Мы это замечаем, зашла в нас идея, и потом нам нужно время с этим побыть. Выносить, направить на это свои единицы внимания. Поэтому дайте своим идеям, которыми вы беременеете, время. Не нужно быстро реализовывать, не нужно суетиться, не нужно страдать, что я мечтаю и мои мечты не сбываются. Нет, это не так работает. Нужно с этим побыть. Сейчас мы перейдём с вами к практике, к домашнему заданию после этого подкаста, которое вы, конечно, сделаете, раз вы меня просили, пока не дойдёт тысяча первый раз повторить одно и то же. Я скажу вам ещё одно очень важное правило для тех, кто хочет научиться мечтать. Представьте, что ваш мозг – это тарелка с макаронами. И каждая макаронина – это единица внимания. И вот у женщины, говорят, перепутанный моток проводов, точно как тарелка с макаронами. Когда одна мысль появляется, цепляет другую, вообще уходит на другую тему, вот такое происходит, заряды, заряды, заряды. У мужчин говорят, что эти макароны разложены по коробочкам. И если он думает о работе, он думает только о работе. Если он думает о сексе, он думает только о сексе. У него это как будто не смешивается. Так вот, к чему я вам это говорю? Нужно для того, чтобы научиться мечтать, уметь, брать свои все эти макароны, единицы внимания. Брать, накапливать их в одну стройную, такую направленную макаронину и направлять в желаемое. То есть, когда вы, если бы вы учились магии и волшебству, когда вы учитесь медитировать или молиться. Я, например, училась там в храмах, во шрамах, в Индии, в Таиланде. И мы учились там именно концентрировать свое внимание. То есть, собирать все эти макароны и направлять в желаемое. Вы круто умеете направлять в нежелаемое? Просто как будто вы во сне, как будто вы вообще не ведаете, что творите, направляете свое внимание, все свои макароны на то, что не хотите. И потом удивляетесь, что это каким-то образом материализуется в вашей жизни. То есть, бывает со с вами то, чего вы очень не хотите. Почему? Потому что вы как будто только об этом и думаете. То есть, все ваши макароны, плюс ваша духовная энергия, все направленное, и вы крутите какие-то картинки, образы и оживает то, чего вы не хотите. Например, ваши страхи. Что нужно научиться делать? Нужно научиться выбирать, на что вы направляете свое внимание. А еще нужно увеличивать мощь и силу своего внимания, своего намерения, говорят. Поэтому мы, нам приходит какая-то идея, какая-то мысль, либо какая-то мечта рождается. Сейчас мы к этому перейдем. У вас появляется картинка желаемого. Вам нужно научиться брать все эти макароны и направлять свое внимание именно на то, чего вы хотите направлять регулярно. Каждый день, когда вы просыпаетесь, каждый вечер, когда вы засыпаете, когда вы медитируете, когда вы хотите наполнить себя энергией и поднять свою духовную силу, вы закрываете глазки, либо не закрываете, и снова собираете внимание, и видите желаемое. И смотрите на это так, чтобы начать чувствовать, как будто это уже есть, как будто оно уже ожило. У вас уже есть ощущение, как будто это с вами происходит. И этого можно достигнуть только способностью направлять свое внимание. Вы знаете, когда развиваешь свои экстрасенсорные способности, например, интуицию, либо учиться двигать предметы, учиться этому как? Я уже с вами этим делилась. Когда ты берешь какую-то точку и направляешь все свое внимание на это, и со временем ты сливаешься с этой точкой и представляешь, как предмет двигается. Ты двигаешь своим вниманием какую-то точку на стене. То есть сильно мощное направленное внимание, концентрация через глаза. Ты становишься одним сплошным вниманием. Вся твоя энергия направлена на желаемое. Вот такой способности нужно уметь добиваться. И тогда мы сможем делать так, что будет в нашей жизни энергия становиться материей, желаемое становиться материей. То есть будут ваши мечты оживать, если вы сможете направлять свое внимание на желаемое. Видеть, чего я хочу, и каждый день медитировать на этом. Вы знаете, что уже 16 лет я помогаю женщинам создавать свою стратегию жизни. Свою стратегию жизни ставить цели, мечтать, планировать. И я верю, что в каждом из нас живет жрица. Женщина – это наша женская часть, такая, которая просто есть. Она чувствует, она притягивает возможности, она наслаждается, она ощущает жизнь в потоке здесь и сейчас. Ей нужно просто быть и получать удовольствие от жизни. И больше ей ничего не нужно делать. И больше она никому ничего не должна. И многие из вас застревают на этой идее, и мне пишите вы, наши студентки, что я не хочу планировать, ставить цели, не хочу решать какие-то вопросы, вести личные финансы, подсчитывать расходы, планировать бюджет или создавать себе капитал. Я не хочу ничего делать, я хочу просто быть. И я вам уже 16 лет говорю, девочки, баланс. У вас в каждой есть не только женская часть, женская природа, есть и мужская. Мы единство противоположностей. В каждой из нас проходит женский и мужской канал, как две змеи, сплетаясь и сливаясь вдоль позвоночника, объединяются с божественным каналом и происходит вот эта мощь и сила, которая называется целостность, самодостаточность, когда вам самой себя достаточно, когда у вас баланс вашей мужской и женской энергии. Вы принимаете мужчину внутри себя, а ваш мужчина принимает женщину внутри вас, и божественное благословение приходит внутри, и вы чувствуете вот эту радость и целостность. Поэтому у вас живет не только жрица, которая просто должна быть, быть красивой, сидеть, наблюдать, как в ее жизни происходит. Все само по себе магия, волшебство. Внутри вас есть мужчина. И почему-то многие женщины не принимают эту иную часть себя самой, не принимают этого мужчину внутри себя. А мужчина – это действия, решения, поступки, охота, достижения, цели, менять мир. И получается, внутри вас живет творец. Вы созданы по образу и подобию. Вас живет и творец, и жрица. И вам нужно принять эти две части себя самой. Поэтому те из вас, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто хочет просто быть, плыть в потоке, ничего не решать, ничего не делать, у вас очень сильно проявлена женская часть. Но вам нужно обратить внимание на мужчину внутри себя и взять и сделать эту женщину счастливой. Внутренний ваш мужчина. Дайте ему волю, дайте ему признание, дайте ему сделать вас счастливой. Но часть аудитории этого канала, они наоборот живут только своим мужчиной. Они не позволяют себе другой части. Просто быть, мечтать, видеть, как у нее все само происходит, чтобы о ней кто-то заботился, притягивать возможности и вообще позволять себе просто быть и ничего не делать. И мы вот так с вами делимся. У кого-то больше признания, получается, внутренний мужчина, у кого-то внутренняя женщина. В общем, мы с вами уже об этом говорим. Так вот, что я хотела вам донести. Женщина — это способность мечтать, это фантазировать, строить какие-то идеальные картинки, витать в облаках, проживать и чувствовать какие-то события, события, которые еще не случились, так, как будто они прямо сейчас с тобой случаются. Правда, девочка? Но эта часть, которая способна мечтать, ни хрена не умеет ставить цели. И именно в этом у вас затык — ставить цели. Потому что ставить цели и достигать — это такое мужское качество. И другая половина вас, напишите мне, кто это, это наоборот. Вы умеете конкретно ставить цели, писать, но у вас не получается мечтать. Вам сложно понять, чего вы хотите, чего хочет ваша душа, вот эти картинки покрутить, и вот это вот всё, вот это мракобесие. Поэтому давайте сейчас осознаем, что у нас есть способность быть и жрицей, и творцом. Нам нужно их поженить, нам нужно позволить им слиться в экстазе и насладить друг друга, дать себе всё, чтобы быть счастливой. Именно этим будем заниматься с вами в этом сезоне и в следующих подкастах. Пишите, пожалуйста, мне, кто одобряет такую схему. И, конечно, пишите свои вопросы и пожелания. Итак, домашнее задание — что нам сделать, чтобы научиться мечтать и ставить цели правильно. Ну а пока вы об этом думаете и пишите в комментариях, мы прервёмся на небольшую, но очень полезную для вас рекламу. У меня для вас прекрасная новость от компании Woman Insight. Я хочу официально вам сообщить, что у нас появляется закрытый телеграм-канал для всех женщин Woman Insight, для тех, кто хочет прокачать свою сексуальность. Этот телеграм-канал называется «От сексуальности». Это постоянно действующий будет у нас проект, внутри которого мы сможем свободно, не боясь блокировки Инстаграма и Ютуба, говорить на разные интимные вещи, говорить о сексуальности, о оргазмичности, о разных половых дисфункциях, о том, как стать богиней в сексе, как стать более мощной, сильной, как получать больше удовлетворения, как доставлять больше удовольствия. Мы поняли, что вам этого не хватает. Вам хочется больше таких острых тем и пикантных подробностей. Но, к сожалению, так устроены алгоритмы соцсетей, что они блокировали нас постоянно, когда мы переходили с вами к грань дозволенного. Мы решили сделать так, чтобы нас никто не ограничивал. Поэтому я приглашаю вас прямо сейчас перейти по ссылке под этим видео и присоединиться к проекту «Код сексуальности». В безопасном пространстве нашего телеграм-канала мы сможем говорить на все темы, какие хотим. И не будем бояться, что кто-то попробует нас заткнуть. Канал «Код сексуальности» для вас бесплатный. Поэтому обязательно пригласите подруг. Поделитесь доступом к этому каналу. И именно в этом проекте вы будете знать обо всех возможностях, которые дарит Women Insight для того, чтобы вы были сексуально образованы женщиной. Чтобы вы прокачали свою сексуальность на максимум и получили лучшее женское образование. Итак, жду самых сексуальных женщин в телеграм-канале «Код сексуальности». Ссылка в описании. Итак, первое в нашем задании – это, конечно, быть в нужном состоянии и создать себе атмосферу полного погружения. Выделите себе место, выделите себе время, когда вас ничто не будет отвлекать, и вы сможете побыть наедине с собой. Знаете, если вы хотите, чтобы ваш мужчина и женщина внутри вас занимались сексом, для этого нужно создать атмосферу полного погружения и все необходимые условия. Согласны? Вы можете вспомнить все легенды и сказки по поводу того, как, не знаю, шатер, красивые вазы с фуктами, ковры, палаты, шикарная красивая богиня, жрица, которая служила в храме Аполлона. Вот представьте себе, что для того, чтобы получить вот это божественное благословение, войти в красивый поток изобилия, вам нужно быть красивой, в изобилии, в потоке, в месте, которое помогает вам настроиться на нужную волну. У меня есть один секретик, который я рекомендую нашим студенткам, которые пишут свою стратегию жизни. Попробуйте найти место, которое немного выше, а возможно и сильно выше, чем все, что вы себе позволяли до этого. Это, возможно, отель какой-то в вашем городе, либо в соседнем городе. Отель, в котором вы проезжаете иногда, или были там когда-то, и смотрели на это все, и думали, я когда-нибудь обязательно позволю себе вот этот уровень отдыха или жизни. Или какой-то ресторан, мимо которого вы проходите, и понимаете, что он олицетворение красоты и эстетики. Для вас это какой-то новый уровень. Позвольте себе заказать хотя бы чашечку эспрессо в этом более высокого уровня месте, чем вы себе позволяете в обычной жизни, и оказаться в этом изобилии и в этой роскоши. Там посидеть хотя бы пару часиков для того, чтобы создавать свои мечты. Позвольте себе, и тогда Вселенная позволит что-то большее вам. И еще есть один нюанс. В любых легендах и сказках служительницы храма Аполлона, Шивы и так далее, они были олицетворением красоты и эстетики. Эти служительницы, жрицы, всегда нам описывались как очень красивые. Создайте внешнюю красоту, как будто вы ждете Бога в гости. Для того, чтобы мечтать и найти свое вдохновение, привлечь удачу, вы должны уже создать атмосферу удачи. Вам нужно быть этой судьбой, вам уже нужно быть удачей. Поэтому любимый блокнот, в котором вам захочется писать, атмосфера и вы красивая богиня. И написание своей стратегии жизни начинается именно с этого, с того, что мы вначале начинаем мечтать. Все, что я сказала до этого, это все нужно осознать, прежде чем начать мечтать. Теперь открываем свой блокнот, все подготовили, все поняли, осознали. И первое, что мы делаем, открываем свой шикарный блокнот, берем ручку и начинаем писать. Сегодня прекрасный день. Сегодня, я пишу, например, 11 декабря 2061 года. Мне сегодня 80 лет. Именно с таких слов я начала писать свою новую стратегию жизни, когда мне исполнилось 40. Я подводила итоги за первые свои 40 лет и писала стратегию на следующие свои 40 лет. И там в 2061 году мне будет 80. То есть я хотела увидеть себя там через 40 лет. Предлагаю вам обратить внимание на этот очень важный нюанс. мечты, это где-то так далеко, чтобы вам, на вас это не давило здесь и сейчас, что вам не было страшно, и вы не начали себе мечты свои обрезать, занижать, потому что это нереально. Вы же понимаете, что-то может быть через 40 лет. Хрен его знает, что-то может быть. Мечты, это должно быть что-то такое далёкое, чтобы ваш мозг, ваши страхи отпустили вас и сказали, да ладно, мечтай. Это вообще за гранью фантастики для нашего мозга. Это очень далеко. Итак, чем мечты отличаются от целей? Первое, мечты – это где-то очень далеко. Поэтому в следующих подкастах, когда мы будем ставить цели, мы будем ставить цели здесь у себя под носом через год, два, года, три. Цели у нас будут конкретные, измеримые, такие, чтобы они вас не пугали, не давили, не расстраивали, не лишали вас мотивации. Знаете, цель такая большая, у меня же руки опускаются, я вообще ничего не делаю. Про цели мы будем говорить в следующих подкастах. Сейчас, до того, как появляются цели, всегда должна появиться сначала мечта. А мечты, идеальная картина, ваши фантазии, они всегда где-то далеко. Поэтому услышьте, пожалуйста, свою крестную фею-наставницу Керимова Светлана. Попробуйте закинуть свои единицы внимания как можно дальше. Тогда вы не будете себя зажимать в рамки, обесценивать, вы не будете себя уменьшать, преуменьшать, скромничать, бояться. Это где-то должно быть очень-очень далеко. Напишите мне прямо сейчас. Вы знаете, это мое любимое упражнение. Сколько вам еще жить счастливой и бодрой жизнью до 100 лет? Почему бы вам не представить себя уже в 100? Это не может быть целью. Такая картинка «мне сегодня 100 лет, сегодня прекрасный день» – это можно назвать только мечтой. Понимаете, в чем разница между мечтой и целью? Это что-то, как не дойти никогда до конца радуги. Это неизвестно, будет или нет. Это не то, что будет вас расстраивать, не то, что будет на вас давить. Оно где-то там, какая-то картинка, намерение, образ. Называйте это как хотите. Но мечты – это всегда далеко. Итак, возвращаемся к нашему домашнему заданию. Сегодня прекрасный день, сегодня мой день рождения, мне сегодня 80 лет, 2061 год. И вот написали это, закрыли глазки, и побудьте в этом. Просто представьте себе это. Помните, мысль плюс эмоция рождаются образ и картинка. И вот вы должны позволить себе этому как бы зайти в вашу голову и осесть. Дальше вы блуждаете в этой себе, когда вам 80. Просто побудьте в ней. Представьте эту женщину, как она выглядит, чем она дышит, чем она живет, что ее радует, что ее окружает, что видят ее глаза каждый день. Какой день для нее идеальный там, где-то через 40 лет. И потом, когда вы попутешествуете в этой картинке, когда этот образ захватит вас настолько, что весь мир перестанет существовать, потому что я, когда погружаюсь в свои вот эти мечты, я даже забываю про то, что я сижу в кафе, и кто-то на меня, возможно, смотрит, люди ходят, и что-то происходит, что-то делается, а я такая сижу иногда с закрытыми глазами, иногда просто вдаль, смотрю в океан, в горизонт, и картинки эти рождаются, они друг друга сменяют. Вот эту способность свою видеть образы и картинки нужно раскачивать. Это называется астральное тело. То есть помните, вначале я сказала, ментальное тело, потом идет астральное, потом эфирное тонкое тело, и только потом ваше физическое. Так вот, мы эту ауру свою как будто прокачиваем, когда у нас появляется мысль, потом мы ее наполняем вот этими чувствами, образами, эмоциями, и потом начинаем это транслировать, эфирное тело, проживать, чувствовать до мурашек. Таким образом мы увеличиваем свою энергетику. Когда вы сидите и мечтаете, и блуждаете в этом идеальном дне, там через 40 лет, у вас так мощно растет ваша аура, она издает такие вибрации, такую мощь и силу, что вы заметите, особенно если вы будете в каком-то людном месте, как люди на вас смотрят, к вам будут подходить мужчины, люди будут на вас обращать внимание, потому что в этом есть сила, мощь, и очень сильная женская магия. когда ты сидишь, а у тебя внутри рождается идея, рождается идеальная картина, ты беременеешь ею, у тебя такая мощь и сила начинает исходить из тебя, литься из глаз, что у тебя просто ты светишься в этот момент. В этом есть секрет моей женственности, сексуальности и привлекательности. Я все время беременная какими-то идеями и картинками, я такая хожу по улице, я такая сижу с чашкой эспрессо в любимом кафе, поэтому люди, они не могут не подойти ко мне, люди не могут вообще спокойно рядом со мной находиться, потому что у меня внутри вот этот богатый внутренний мир, его называют, между прочим, это притягивает, вы можете четко понять, о чем я говорю, когда рядом сидит курица тупая какая-то, у которой в голове только мысли о том, что купить, накрасить, жопу накачать, что поесть, кто-то с кем переспал, на кого там, или она мужа обсуждает, осуждает, то есть обижается, жалуется, критикует, какие-то примитивные, базовые, мелкие мыслишки, потребности, какие-то примитивные разговоры, такая малодушная, знаете, которая, ну, как бы, вы понимаете, у нее не кокон, а такое коконище, чувствуете разницу, сидят две женщины в кафе, одна видит далеко, помните, мы сказали в первом правиле, далеко, она видит что-то большое, и проживает этот образ, и сидит другая, которая у себя под носом, как курица, смотрит на то, что ей там не купил, не дал, и не так посмотрел, не написал, он сказал, я сказала, он сказал, вы конечно почувствуете разницу между этими людьми, это будет очень явно, напишите мне в комментариях, если вы замечаете, почему одни люди харизма, и вас тянет, и они увлекают, и невозможно от них отрываться, а другие какие-то, какие-то очень сильно примитивные, и совсем неинтересные, человек, к которому не хочется подойти, написать, и ты даже не вспомнишь ее имя на следующий день, мы вот как-то неожиданно с вами затронули совсем другую тему, секреты сексуальности и секреты притяжения, но мы не будем сюда уходить, если вас это интересует, пишите в комментариях, потом как-нибудь дойдем и до этой темы, итак, первое в домашнем задании, это мечты, это где-то далеко, начали определили, насколько далеко, кстати, чем дальше вы увидите образ желаемого, тем спокойнее вам будет сегодня, это же так далеко, безопасно совсем сейчас мечтать об этом, потому что это не давит на меня, я думаю, что вы эту мысль поняли, второе, там далеко и что-то очень-очень большое, что-то настолько нереальное, чтобы как будто над вами даже смеялись, знаете, мне нравится, я не помню, это Джонни Депп, кажется, сказал, ваши мечты должны быть сумасшедшими или нереальными, или они становятся просто планами на завтра, то есть ваша мечта, это должен быть как будто какой твой максимум, давайте я это перефразирую так, итак, второй пункт у нас в домашнем задании, вы дальше описываете вот этот вот свой идеальный день, вот это у себя там далеко, эту идеальную картину, настолько масштабно, как будто пытаетесь позволить себе увидеть свой максимум, поэтому я буду вам писать это так, какой твой максимум, напишите, какой твой максимум, это же так далеко, мечта это далеко, мечта это что-то большое, или это будет хрень какая-то, которая вас не будет возбуждать, и будет просто планами на завтра, если это что-то, что вы можете реализовать в течение года, это не мечта, это будет целью, а цели мы будем учиться оставить в следующих подкастах, поэтому позвольте себе наконец-то отпустить все ограничения, снять свои шоры, забыть, что где родился, там и пригодился, забыть, кто вы по национальности, по вероисповеданию, сколько вам лет, кто, какой у вас муж, дети, забудьте все, что есть, потому что будущее, это не чуть-чуть улучшенная версия настоящего, ваше будущее может быть вообще какое-то другое, оно может быть абсолютно другое, потому что как будто вы рождаетесь заново, помните мою теорию, что у нас есть прописанная с прошлой жизни программа на первые 40 лет, а какая ваша программа будет на следующие 40 лет, вы пишете сами, вы творец, вы творите, как будто вот есть земля, изначально там появились камни, минералы, потом растения, потом животные, вот представьте, что вы можете полностью изменить свою жизнь, какой она тогда будет, как будто вы пишете программу на следующую свою жизнь, вы поняли, что значит большое, мечта это далеко, мечта это всегда что-то очень большое, мечта это то, что кардинально может отличаться от вашей реальности, от вашей жизни сейчас, просто позвольте себе это, если что скажете, что Керимова разрешила. Ну и третье, как мечтать, кроме того, что оно должно быть далеко, что оно должно быть большое, что-то очень невероятное, нереальное, фантастическое, сказочное, оно должно быть очень мощное и сильное, то есть вы себя представляете, например я, там 80, вы проживаете свой этот идеальный день, свою неделю, потом у вас будут рождаться какие-то картинки, что у вас было, как будто машина времени, а за эти 40 лет, что вы имеете, что вы создали, что вы видели, что вы чувствовали, вот это все, эти будут картинки, они будут появляться, будут появляться, уходить, пропадать, вы будете терять это состояние, значит, все на сегодня, вам нужно отдохнуть, переключиться, а потом опять снова войти в состояние жрицы в храме любви востока, например, или в жрицы в храме Аполлона, потом опять позволить себе выделить время и снова погрузиться, потом вы будете просыпаться и засыпать, и крутить эти картинки бесконечно, у вас будут рождаться детали, будут рождаться подробности, оно какое-то время должно у вас прорасти, вы посеяли семя, оно будет пускать корни, оно будет разрастаться внутри вас, вы даже чувствовать себя будете по-другому, вы будете ходить по-другому, нести себя по-другому, потому что женщина, у которой есть мечта, она другая, забеременеете своей мечтой, почувствуйте себя, кстати, помните, мы с вами говорили о том, что женщины забирают способность рожать, беременеть, после какого-то возраста, например, после 45-50, что делать вторую половину жизни, если в инстинктах размножаться у нас остается, вот как раз ваше размножаться, это мечтать, идеи рождать, проживать беременность своими идеями, вдохновение, творить и вытворять, и просто позвольте себе в этом побыть, сейчас волшебное время, октябрь на ябре, декабрь, сейчас как раз вынашиваем вот эти идеальные картины, потому что если ты не выносишь свою идеальную картину, ты проживешь жизнь чужими идеальными картинами, эти картинки должны быть настолько сильные и мощные, чтобы они заставляли ваше тело оргазм испытывать, биться в дрожжи, мурашки, тепло, приливы, то есть должно быть очень сильное ощущение в теле, чем ярче ваши вот эти образы и картинки, чем больше ментальной, эмоциональной, духовной энергии вот вы проживаете, как будто вы уже там, как будто это уже происходит с вами, то есть как будто это уже в реальности происходит, настолько вы это чувствуете, так вот чем сильнее эти образы, тем больше они дают энергии, и вот тут ответ на вопрос, который я заявляла в начале, как сделать так, чтобы у меня хватало энергии реализовывать свои цели, только так, только когда ваша душа влюбляется или беременеет какой-то картинкой и образом, и чем сильнее мечта, картинка или образ, тем больше энергии у вас есть здесь и сейчас на реализацию, я это говорю так, если душа влюбится, то разум и тело найдут путь к мечте, вам будет легко каждый день подниматься и действовать, передвигать, как говорит Делан, передвигать ноги на пути к цели, то есть ползти, лежать, бежать в сторону цели, всегда будет энергия здесь и сейчас на реализацию своих целей, если ваши цели появились из вот такой далекой, большой и очень сильной и мощной мечты, никак по-другому это не происходит, невозможно себя заставить, например, я 16 лет, я бы не могла себя каждый день или каждую неделю заставлять, например, снимать подкасты, хотя я не получаю от вас признания, иногда достойного, обратной связи, вы не пишите комментарии, не всегда ставите лайки, смотрите этот канал, даже вам лень просто подписаться, вы же знаете, что это продвигает, это дает результаты, команда Women Insight зарабатывает с монетизацией канала, у них нет другого дохода, и вы, когда становитесь спонсором, когда вы подписываете, когда вы просто делитесь или ставите лайк, вы нам помогаете делать результаты, иметь деньги на реализацию канала Women Insight, и если бы моя душа не была влюблена сильно, у меня не было бы какой-то мечты, я бы не понимала вообще, зачем я это все делаю, понимаете, поэтому сначала далекая, очень большая и очень сильная картинка идеальная, мечта, потом мы в следующий раз поговорим, как из этой мечты сделать цель, потом как разбить ее на план действий, и только потом у меня хватает энергии каждый день это делать, каждый день быть красивой, каждый день соблюдать свои же правила, каждый день переставлять ноги на пути к цели, на самом деле к мечте, как вы понимаете, то есть сначала нужно сделать вот все это, что мы проговорили в этом подкасте, поэтому вы внимательно еще раз, если нужно, переслушайте, простите, если было сумбурно, но я хотела передать вам состояние, а не быть системной, потому что мечты – это не системно, мечты – это как раз, нет никаких барьеров и препятствий, это поток, это энергия, это оргазм, понимаете, и вы должны себя своими мечтами доводить до оргазма, тогда жизнь, мужчина будут тоже вовлекаться в ваши мечты, будет столько энергии, что все двери вам будут открываться, благодаря этой мощной энергии, которую вы будете транслировать, понимаете, глаза ваши будут наполнены смыслом, вы будете невероятно мощная жрица. Итак, мы проговорили с вами все, все, что вам нужно сделать в домашнем задании, возможно, до следующего подкаста, возможно, до вашего дня рождения, возможно, до Нового года, возможно, сделайте сами себе, да когда вы сделаете это домашнее задание. Возьмите офигенно красивый блокнот, подсоздайте себе атмосферу полного погружения, сядьте, после того, как вы в голове это покрутите, походите с этим, забеременеете и выносите, сядьте и пропишите это. Потому что, когда мы прописываем ручкой и пером на листе бумаги в любимом блокноте, мы как будто делаем первый шаг к материализации. И эта энергия, которую вы крутили в голове, становится материей. Вы приземляете свои картинки, идеальную картину, свои образы и мечты, приземляете как хотя бы на блокноте. Вы представляете? То есть вы уже делаете действия, уже включаете не только жрицу, которая там крутит образы и картинки, но и творца, и материализуете это в своем блокноте. Итак, у вас после этого подкаста должно появиться какая-то дата там далеко и описанная жизнь женщины, идеальная картина, ее день, ее путь, все, что у нее есть, все отношения, которые в ней и в ее жизни, все, что она видела, имела, пробовала, создала. Пишите все мелкие детали, пишите отдельными картинками, которые у вас появляются. Главное, раскачать вот эту свою способность видеть образ, беременеть им, жить им, и возбуждаться от него, и описывать потом в свою идеальную картину, в своем блокноте, который мы назовем стратегия твоей жизни. Ну и, конечно, помните, что мы это не просто прописываем один раз, мы живем этим. Мы перечитываем в минуты, когда мы на дне, когда у нас кризис сферы, когда мы падаем, мы перечитываем, открываем этот блокнот, и я читаю его, помните, как будто, как в Гарри Поттере из этой книги, из этого блокнота энергия вновь наполняет меня светом, я опять верю, опять люблю, опять в меня возвращается эта мощная энергия, та, в которой я писала, то состояние, в котором я описывала свою идеальную картину, свои мечты. Мы не просто один раз это написали, мы крутим эти картинки новые, дописываем, живем этим. Это те фрагменты, которые будут наполнять смыслом каждый ваш день. Это то, это то, что будет давать энергию вам здесь и сейчас. И мечты, которые на самом деле наполняют смыслом каждый ваш день. Да, можно жить так, как будто чудес не бывают, а можно жить так, как будто все в жизни чудо, и все возможно, и все здесь для вас, и вам не нужно ничего достигать, вам нужно уметь выбирать. И вот вы выбираете, когда, когда видите образы желаемого, когда мечтаете, и когда пишете свои мечты на листе бумаги. Вы как будто делаете свой выбор, вы выбираете, описываете свою мечту. Вторая короткая новость, которую я хочу с вами поделиться. Канал Women Insight дарит огромное количество невероятно полезных подарков всем, кто поддерживает этот канал, всем спонсорам канала YouTube. У нас теперь есть семь уровней спонсорства, семь пакетов, которые вы получаете, если оформляете регулярную подписку, регулярные донаты на канале Women Insight. Это закрытые эфиры, недоступные никому вебинары, это целые пакеты и наборы медитаций по всем семи областям жизни, по всем чакрам. Это секретные материалы из сообщества Women Insight. Мы сделали классные наборы уникального контента в обмен вам за поддержку этого канала. Переходите по ссылке под видео, становитесь спонсором канала Women Insight, и тогда Рости, Макс, Влад и я сможем продолжать делать то, что мы любим, и повышать качество каждого подкаста для вас. Ну и, конечно, помните, что спонсоры канала Women Insight получают доступ в вип-клубу со Светланой Керимовой. Это платный телеграм-канал, который спонсоры получают подарок. Я надеюсь, у меня получилось. Погрузить вас в состояние, передать вам эмоцию, передать вам все принципы, и вот такое, чтобы у вас было понимание именно о мечте, как мечтать. В следующих подкастах, если это видео наберет нужное количество комментариев, лайков, если вы будете активно задавать вопросы, делиться этим видео, я буду счастлива раскрыть тему дальше, потому что дальше – это как ставить цель, как из большой, вот этой далекой, сильной, мощной мечты сделать цели на сегодня, месяц, неделю, год, два года, долгосрочные цели, краткосрочные цели. Там очень много нюансов. Тут мы будем включать Творца, нашу такую мужскую часть себя самой, но вначале нужно научиться мечтать или вернуть себе способность мечтать. Я надеюсь, вам этот подкаст был полезен, я буду ждать вас в комментариях, ну и, конечно, до встречи в следующее воскресенье на вашем любимом канале Women Insight.